Сотрудники ГИМС провели рейд по местам массового сбора любителей подлёдного лова. Пользуясь хорошей солнечной погодой, многие якутяне отправились на рыбалку. Продолжит Виталий Абрамов. Внимание, внимание, уважаемые рыбаки! Соблюдайте меры безопасности на лодных объектах! Выезд автотранспорта запрещен! С этих слов и начался очередной профилактический рейд ГИМС. В этот раз спасатели работали в районе Зелёного луга. Со слов пенсионера Василия Перетолчина, лёд уже достаточно крепок для пешего человека. И за 40 лет, что он рыбачит здесь, опыта ему хватает. Ну как, если сомневаюсь, то берёшь что-то с собой, чтобы провалился, чтобы опереться-то можно было на лёд и обратно перекатиться как-то и уйти. И действительно, замеры толщины льда показывают, что находиться здесь вполне безопасно. Толщина льда составляет 15 сантиметров, для пешеходов является безопасной. Ну, не стоит забывать то, что становление льда происходит неравномерно. То есть, здесь она может составлять 15 сантиметров, в другом месте может быть гораздо меньше. Именно об этом и пытаются предупредить спасатели рыбаков и остальных. О том, что несмотря на то, что у берега лёд прочный, ближе к середине водоёма и в местах прорастания растительности, лёд бывает ненадёжным. Вместе с тем дают советы, как просто и легко можно изготовить средства самоспасения. Это два штыря, два штыря из арматуры или два гвоздя и верёвка. И, пожалуйста, вот это устройство, оно поможет спасти человеку, сохранить жизнь. Потому что в случае провала можно за края льдины закрепиться и помогать себе при этом выползать медленно на лёд. И самое главное, не паниковать. Также ведётся беседа о том, что выезжать на лёд на технике ещё рано. И напоминают, что безопасным для автомобиля считается лёд толщиной не менее 30 сантиметров. За выезд транспортного средства на лёд в период введённых ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 Кодекса Республики Сахай-Якутия, санкция которой предусматривает наложение штрафа на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Такие рейды проводятся регулярно и имеют важное значение не только в профилактике несчастных случаев, но и побуждают рыбаков задуматься над последствиями.